Всем привет, это Данте. Это обзор на мод Яхеробрин. Он так в принципе и называется. Сейчас даже уточню. Он правильно называется Тыхеробрин. То есть при установке этого мода ваш скин меняется на скин Херобрина. У меня скин не изменился, потому что из-за того, что я, скажем, под ником, с ником которого есть скин, если бы не было скина, у меня был бы скин Херобрина. Так. В общем, мне вот тут деки два сундука не нужны. В общем, в общем, в обзоре этого мода мне помогает мод Тумани Итемс. Многими ненавистный. Не надо мне писать то, что вот читер. Я его использую сейчас только для того, чтобы вам показать, что добавляет этот мод. Что и как. В общем, то есть. Смотрите. Сейчас отключаю креатив режим. Меня мобы враждебные, которые должны быть враждебными, у меня ни один не будет атаковать. Но. Разница в том, что если мы появляемся днем, минус если мы появляемся днем, при этом воды рядом нету, мы можем, так скажем, умереть от того, что мы, так скажем, сгорим. Кстати, вот этот, то, что был моб из Херобрин, так скажем, из Ди Херобрин мод, потому это был враждебный моб. Охотник. Так. Значит. Если я буду смотреть сейчас на Эндермена, он мне ничего делать не будет. Так же, как видите, луна изменилась. Изменилась, сказать, текстура солнца. Но я буду умирать на солнце. А чтоб не умирать на солнце, не умирать на солнце, мне понадобится гнилая плодь. Сейчас я вам поэтажно демонстрирую вас, смотрите. Вот день. Я начинаю галять. Я, блин, я не могу сейчас есть гнилый плодь, из-за того, что я сыт. Я сыт. Но если бы я был угоден, съев к нему плодь, я не сгорю на солнце. А так же меня вот этот охотник уже задолбал. В общем, я этот охотник задолбал. Прощай, охотник. Манни мешает не больше про панхера про тихера мотора сказать. Значит, значит. А так же добавляются две новых руды. Я про них попозже расскажу. Добавляется немножко предметов. То есть, то есть. А вот из таких душ, из душ коррозионов. А эти души, это души жителей. Души жителей. Так, я сейчас возьму меч алмазный. И возьму возьму лицо призыва жителя. Вот он. Вот он, лицо призыва жителя. В убийстве жителя что-то подваги или непонятно. Почему? Выпадает вот такая вот душа. Штука, ну точнее штучка подназвать душа коррозиона. Коррозион, то есть. Чтобы скрафтить палочку, нам надо вот так три души поставить друг на друга. мы положим палочку. Вот такую вот. А чтобы получить сам коррозион, вот он, слиток коррозион, нам понадобится печка и уголь. Так, вот. Ставим. Сейчас будет обжариваться, так скажем. Зомби наши, друзья, потому что, если мы их убьем, нам их мясо будет давать бонус днем, потом мы не будем гореть в нем. Вот мы получили слиток коррозиона, мы сможем сократить из него коррозионные, так скажем, обмундирование, которое будет получше железного. Железного, так скажем. но, все равно хуже алмазного. То есть, крафты не изменены, также мы можем скрафтить броню. броню. Так, так, чтобы скрафтить зло эвил алмаз, эвил даймонд, то есть, злой алмаз, нам понадобится души коррозиона, сам алмаз, если я не ошибаюсь. если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Так. Да, вот, получаем злую материю алмаза, так скажем. И, чтобы нам ее переработать, нам также понадобится уголь, уголь, чтобы получить эвил даймонд. Так, он заходит. Так, заново заставляем его зайти. Так. Кстати, я сейчас сниму геймод. Геймод. Зомби нас атаковать не будет. Нас будут только атаковать охотники. А если мы сами начнем атаковать зомби, он на нас много внимания, но мы с него получим хорошую вещь не упасть, при помощи которой мы сможем не гореть. На солнце, по-моему, 15 минут, если не ошибаюсь. Также, вот эти две руды можно добыть киркой, но, по-моему, только и кройка Крозеона. Вот. Это замерзший рубин. И вот это нужно как раз для крафта трех волшебных книг. Кстати, переплавить, переплавить, вот эту груду. Нам также понадобится затмиться уголь. бумаги. подлагивает. Ладно. Так, сейчас кое-что посмотрим. Так, теперь нам я сейчас буду показывать как крафтить тома. Тома. Для этого нам понадобится одна книга и четыре листочка бумаги. вот так и все по-моему там нам аааа нет неправильно неправильно я только что сделал нам понадобится четыре кожи листочка. Погладим так листочки так оп получаем скин бук который нам никак не пригодится а пока мы не используем душу Стива душу Стива которую можно получить только убив Стива. Но спроси как убить Стива если Стива вас не найти а легко из-за того что Стив теперь не мы мы хер обадим Стив спа так скажем шляется днем его можно найти только днем ну не только можно и ночью но он спавнится только днем так чтоб мне не ждать до дня его не искать я использую яйцо призыва Стива вот Стив как видите он от меня убегает потому что я херобрин вот мы его убили и с него душа не выпала но за Стива будет выпадать сейчас покажу вот такая вот душа Стив то есть душа Стива и чтоб нам скрафтить книгу нам понравится душа Стива и вот как раз инвисиа удаст которую нам придется так же добывать для книг потому что без этих книг нам придется добывать в основном путь зомби и питаться есть чтоб жить днем так уж используем в общем крафтить так вот он первый том некроман некроманчин том а кстати так теперь второй том второй том там уже крафтить немножко по другому но крафт почти что не изменяется только добавляется уже замерзший рубин мы получаем второй том а чтобы получить третий нам понадобится уже по-моему 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 что нам понадобится а слизь слизь нам понадобится для третьего тома и каждый том будет нас защищать в развитии скажем каждый том имеет свою особенность так сейчас сделаем день сергей мод например второй том нам по-моему позволяет не гореть днем да первый том по-моему дает нам бессмертиз нет щас 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 а да первый там по-моему дает нам весь смерть если нужно что-нибудь щас проверим а первый дает дает невидим то мы можем убивать моба или даже убить того же стива от реки он сдает нам мы можем прыгнуть на 4 блока нажав правой кнопкой мыши так а также из этих по-моему злых амазов можно скрафтить уже улучшенные улучшенные вещи по-моему я сейчас не ошибаюсь сейчас смотрю чтоб не ошибаться так 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 да из алмаза зла тоже можно скрафтить инструменты они будут немножко получше алмазных то есть мы также можем скрафтить вот пирочку вот такую она будет быстрее алмазной и крепче так так оставить только показать вам броню из коррозеона и все вот броня из коррозеона то есть она можно сказать у нее текстура просто красная и все больше она никакая так и по-моему если не ошибаюсь можно зачаровывать сейчас кстати я проверю это проверю чтобы вас не обманывать так значит берем нет ты зачаровать его нельзя да увы нельзя ну ладно на этом все с вами был Данте это был обзор на мод Техера Блин не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк вступить в группу стим вконтакте ну и на этом все а нет нет еще не все еще не все еще не все мы можем кстати яйцо призыва стива скрафтить из обычного яйца и души стива то есть вот в таком виде вот мы получаем яйцо призыва стива можем призывать много 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 стива придумывать ловушки по-разному убивать их целая армия стива целая армия стива в которой меня не видят если они меня увидели они от меня убежали так ведь я нажал правую кнопку мыши по книге они разбежались в общем все на этой минуте когда стивы ходят общаются друг с другом на этой славной минутке я с вами прощаюсь всем пока пока туманитом ты мне надеюсь больше не понадобишься туманитом я буду использовать только для обзора модов и кстати видите солнце у нас похоже на крест то есть все намек на солнце мы умираем все пока вам дорогие подписчики пока туманитом до времен когда я буду обозревать следующий мод ну и всем пока